Совсем недавно в городе Новосибирске проходил Кубок Сибири 2016 по сноукайтингу И сегодня мы будем разбираться с этим загадочным, ну по крайней мере пока для меня видом спорта Причем не просто спорта, а парусного спорта И поможет нам в этом Дмитрий Мурашов, один из организаторов Кубка Сибири 2016 по сноукайтингу Тренер по парусному спорту И Владимир Коваленко, мастер спорта, чемпион мира по сноукайтингу Здравствуйте! Доброе утро! На самом деле я визуально представляю, как выглядит сноукайтинг, знаю, что это такое Но никогда не думал, что он относится именно к парусному спорту Там же парусов нет Или я ошибаюсь? Давайте я расскажу, зимний кайт это вообще производная трех видов спорта Получается парусный спорт, парапланиризм и горнолыжный спорт И вот эти три спорта соединились в этом виде занятия И получается, что спортсмен использует параплан как парус И получается у него буксировщик И катится он по снегу и льду на лыжах, либо на сноуборде Получается, три вида спорта объединены в этом увлечении Видел я еще, что в этом году анонсировали такой вид спорта, как виндсерфинг зимний Это другое уже направление? Да, это маленько другое Это практически такой же снаряд, как и летний виндсерфинг Это доска, но в данном случае это сани И к нему прикреплен парус Спортсмен стоит на санях и использует силу ветра С помощью паруса передвигается, в принципе, куда захочет Сколько спортсменов съехалось в этом году на Кубок России? У нас традиционно собирается около 100 спортсменов В этом году примерно эта же цифра То есть заявилось в первый день 97, потом еще 5 человек подзаявилось В итоге получилось 103 спортсмена из 27 городов России Повезло ли с погодой в этом году? С погодой было вообще все идеально Мы в этом году, в связи с тем, что у нас поднялся статус соревнований Он стал первым этапом Кубка России Добавили еще один соревновательный день Получается, все 4 дня дул очень хороший ровный ветер Были совершенно разные условия То есть он то усилился, то ослаблялся Но это уже, наверное, ближе вопрос к спортсменам Потому что я, как и один из организаторов Все время простоял на берегу, комментируя соревнования Встречая гостей, объясняя им, что происходит у нас Совершенно на Новосибирском водохранилище Давайте у Владимира спросим, как погода была Владимир, как впечатление от Кубка, как погода? Впечатление хорошее Разный ветер позволил показать все свои навыки От слабого до сильного было ветра Им были заходы очень сильные И приходилось проявлять все свое мастерство Для того, чтобы приходить как можно безлиже к лидерам Я так понимаю, что парусный спорт и направление Они еще делятся на какие-то определенные дисциплины Это скоростной есть, скажем, на скорость проезда дистанции Или нет? Бывают такие зачеты Просто в рамках как раз соревнований Соревнований, бывает спид-заезд И там гонщик за определенное расстояние Должен проехать с максимальной своей скоростью По GPS Какие заезды были в этом году? В этом году у нас был только фристайл, виндсерфинг И непосредственно курс-рейс на разных снарядах скольжения Давайте разъясню Соревнования проводятся в двух направлениях Одни соревнуются на скорость спортсмена Это более массовая дисциплина И там спортсмены используют либо лыжи, либо сноуборд Проходят определенную дистанцию Примерно 8-10 километров И преодолевают у нее от 15 до 25 минут В зависимости от квалификации и силы ветра Есть другая дисциплина Она проводится параллельно, поближе к берегу Она, конечно, чуть-чуть зрелищнее В плане того, что можно подойти и близко все это посмотреть Это фристайл Там спортсмены соревнуются, кто лучше выполнит трюк У них также проводится несколько заездов И в этом году у нас фристайлисты за один день программу все выполняют Потому что в первый день был очень сильный ветер И потом остальные три дня они то там прыгали с трамплина у нас построили И в последний день устроили показательные выступления Ну а рейс он примечателен тем, что идет массовый старт И все это издалека очень красиво выглядит И вот я не знаю, если кто из новосибирцев на прошлой неделе там проезжал по дамбе новосибирского водохранилища Наверняка видел красивую картинку, когда все водохранилище пестрило яркими куполами Ну на самом деле издалека все выглядит красиво А внутри находиться, когда вокруг тебя там около ста спортсменов Не страшно, что вдруг где-то перепутается, столкнетесь? Ну всегда бывает всякое Вот на этих соревнованиях было много как раз таких случаев Когда со старта менее опытные гонщики как бы пытались себя проявить И заваливали более опытных, как бы и все запутывались Были даже там небольшие травмы Бывает всякое, как бы, ну не то что страшно Там ты не обращаешь внимания на это Ты как-то смотришь уже Да, вот ты покажи, кстати, у тебя планка есть Да, я думаю, нужно переходить к тому, что отличает обычного человека от видсерфера и наоборот Так Здесь у нас планка, орган управления как раз кайтом Как раз как мы им рулим Так, а здесь, я так понимаю, какие-то капроновые, да, специальные используются? Ну это специальный материал, стропы, которые не тянутся и всегда сохраняют свою длину Сколько килограмм, я боюсь спросить, выдерживаете? Не в килограмм, да, уже выдерживаете То есть вот такая обычная нить, она, ну, я не знаю, нить-то можно так назвать Ну килограмм 800 тонн, ну там она выдерживает И есть у меня ощущение, что здесь принцип, да, как воздушного змея Ветер дует сильно, то есть ты разматываешь Да, ты можешь ее подбирать, отпускать и поворачивать непосредственно влево-право Для того, чтобы купол совершал как раз поворот Так, а для чего нужно вот это кольцо? Кольцо у нас прицепляется к трапеции, то есть непосредственно к нам Переходим Вот, да А трапеция надевается как бы, ну, на себя А если вдруг резкие рывки ветра, слишком сильно дунул, не успеваешь распутаться? Бывает всякое, и бывает стаскивает тебя, бывает, но ты же на лыжах Они достаточно длинные и широкие у нас, и тяжелые, ты пытаешься ими упираться Как раз там есть еще у нас триммер, так называемый, который мы можем уменьшить силу тяги купола Вот, и пытаемся как раз в этом и есть весь баланс, чтобы сохранить максимальную скорость при минимальных нагрузках А что касается, например, вот резкого порывистого ветра, есть ли какая-то, я не знаю, чека, кольцо, которое дернуло тебя, купол отпустило и... Ну, вообще бывает, да, но на гоночных кайтах мы это не применяем, потому что нам гораздо важнее как раз характеристики кайта и жесткость сцепления А, то есть не используют... Да, у нас здесь все мертвое, безо всяких трапеций Это больше используют любители и вот фристаллисты, как раз у них есть две системы чекенлупов То есть если ты теряешь управление кайта, то у тебя один чекенлуп, он просто приземляется А если ты и дальше не можешь справиться, то есть еще второй элемент страховки, ты отцепляешь и кайт у тебя улетает И ты прощаешься, ну, не знаю, с одной тысячей евро, допустим Я тут просто подумывал, может быть, стоит заняться В нашем случае тысяча евро, а так вся линейка кайта в порядке 7-8 тысяч евро выходит То есть достаточно гоночная Это серьезный вид спорта, уже, собственно, только по суммам понятно Так, уже успели показать на лыжи, я вот... Дотянуться, да... Сейчас у нас... А, мы сделаем вот так сейчас И вот так вот Опа! Освобождаем пока руки Боже мой Слушайте, ну, я вам честно скажу, это не бабушкины лыжи, вот эти вот советские деревянные, которые... Которые ты взял, собственно, и поехал кататься там по лесу, вдоль двора и так далее, там подобное Сколько весит такая лыжа? Ну, где-то в среднем порядке, там, килограмм 12 до 18 Мне интересно, они под снег не уходят? Я понимаю, что да, как... Ну, длина помогает не уходить Ну, а вообще, если он рыхлый, ты едешь, они под снегом А почему именно такие лыжи? Почему вот настолько суровые и серьезные с... Ну, полностью получается туда практически все металлическое С это с пластиковым покрытием Нам очень важна именно жесткость лыжи для того, чтобы упираться максимально И иметь максимальный угол на ветер, вот, и поэтому нам нужна и торсионная жесткость и длина лыжи А лыжи какие-то специальные для кайтинга или вот для лыжного спорта, в принципе, любого там какого-то подойдут? Ну, от скоростного спуска и так называемая дисциплина Спидски, по-моему, они называются, да, лыжи Это просто там ребята разгоняются, по-моему, до 270 км в час Ну, я предлагаю, давайте не пугать наших соотечественных, потому что мы сейчас рассматриваем максимально там предельный вариант, потому что на таких лыжах, вот, Володя выиграл чемпионат мира Вот, на самом деле, для занятия кайтингом можно использовать любые лыжи, даже бабушкины, вот А, то есть, в принципе, как вариант, можно, да, в любительском варианте можно Да, конечно, и у нас один из первых кайтеров в Новосибирске, Добаркин Александр, когда еще не было у нас кайтов, в принципе, он соорудил кайт из простыни и доезжал на автобусе до морского совхоза и попутным ветром сплавлялся до Абгэса Поэтому, то есть, в этом виде спорта или в этом увлечении, так сказать, может, ну, как бы, большая, так сказать Каждый хочет, можно обычный горнолыжный, как бы, можно старенький кайт взять, именно надувной У нас с собой именно профессиональный гоночный парафойл, вот, здесь куча всяческих ниточек, которые именно держат этот Есть у меня ощущение, что если мы его вытащим, он у нас не влезет, да? А сколько по площади он занимает? Этот 11 метров, до 21 квадратного метра они могут быть, именно для профессионального гонщика важно иметь всю линейку кайтов От 8 до 21, это, как правило, там 4 кайта Они, принцип действия, как, я так понимаю, парашюта, да, тот же самый? Параплан? Маленько нет, потому что, смотрите, параплан, он использует вертикальные потоки ветра То есть парапланерист, находясь в небе, пытается поймать восходящие потоки, чтобы как можно дольше продержаться и не приземлиться То вот здесь, в сноукайтинге важны горизонтальные потоки ветра И спортсмен ловит изменения его направления, изменения силы ветра И как, кто более умело это делает, тот и побеждает Но в этом плане, а если вдруг ветер не дует, или дует, например, не в ту сторону, в которую нужно Там, нужно ехать вперед, а тебя внесет назад Переставляется, наоборот, дистанция И ты гоняешься против ветра Нам важен первый знак, у нас, как правило, стоит дистанция, это трапеция с наружной петлей Вот, как правило, мы, как бы, стартуем всегда против ветра Проходим галсами на ветер В полветра идем до второго знака Попутным ветром спускаемся вниз И опять против ветра наверх Вниз и на финиш Ну, то есть, дистанция не прямая Нет такого, что стартовали у одного берега, закончили у другого берега Марафон и дисциплина тоже бывают Вот, и там до 100 километров в день бывает Мы проходим, это только по генеральному курсу так может быть Поскольку ты идешь против ветла Получается намного больше расстояния И в среднем там было, что люди проходили по 200 километров Есть вообще дисциплина Эндурокайтинг, да, Мила у нас занимается Там они вообще три дня идут на кайте, не останавливаясь, ночевками И так далее, и тому подобное И проводятся уже и чемпионаты мира И этап у нас в Петрозаводске проходит Вот, у нас есть Мила Она чемпионка мира В прошлом году у нас вот Полякова и Людмилы вместе с Котлеровой и Евгенией И с Тольятти И там обязательно два человека идут в команде У них команда называется Белка и Стрелка И вот они стали обладательницами Кубка Европы То есть Кубок Европы из четырех этапов состоял По сумме четырех этапов они выиграли И в Сибири по зимнему сноукайтингу Как бы есть реально настоящий чемпион Слушайте, ну а как у нас вообще в Сибири появился? Я так понимаю, это все-таки более европейский вид спорта То есть зародился он где-то там, не у нас Он, наверное, летом заразился, наверное, все-таки Не, нам его привезли, естественно Сами мы не придумали Потому что начиналось у нас, я же говорю Все с зимнего виндсерфинга Который мы сейчас пытаемся вернуть, возродить Вот, потом натягивались простыночки бабушкины И на бабушкиных лыжах у нас спортсмены сплавлялись И вот, ну, один из первых кайтов у нас, наверное, появился В начале 2000-х годов или в конце 90-х Вот, да И потихоньку-потихоньку наши спортсмены начали выезжать в Европу И оборудование у нас практически сейчас самое современное Единственное, что вот не хватает, чтобы последние два года В связи с известным поднятием курса рубля У нас появилась меньше возможности выезжать за рубеж Обмениваться опытом Ну и, соответственно, это все сейчас сказывается на результатах Вот на этом Кубке Сибири, вроде казалось, на местной акватории У нас в курс-рейсе вообще ни один спортсмен не добрался до пьедестала Вот Более-менее хорошо выступила молодежь, потому что по своим зачетам они все-таки попали на пьедестал Вот, ну и хорошо выступили фристайлисты У нас Николай Терехов и Николай Сотник Они заняли первое место и в лыжах, и в сноуборде Но там единственное, что можно сказать, что не каждый спортсмен сейчас идет во фристайл Потому что это травмоопасно Слушайте, а есть же наверняка детский формат, вот, ну, небольшие вот такие костюмы, маленькие детские, в которых сосывается ребенок Ну, вся проблема в том, что у нас сейчас нету спортивных баз для занятий детей Все это происходит практически на коленках благодаря родителям детей Конечно, такие дети есть, но это, можно сказать, единичные случаи Вот, надеемся, что, как бы, спортивные школы обратят на нас внимание и будут поддерживать зимние виды паруса Ну, а в этом плане дети, не страшно им вот вставать все-таки? Ну, вот лично мне, как взрослому человеку, уже достаточно ветер, парус, там, ветер, кайп Все это такое дело очень, я не знаю, вот реально кажется, что унесет Прям возьмет просто и унесет Дети настолько сейчас смелые, что они прям, наверное, иногда даже ведут себя агрессивнее, чем мы То есть у нас есть, там, и детские старты И когда мы приходим, как бы, тоже, там, рассказать что-то о каких-то соревнованиях Может быть, про правила парусного спорта Какие-то, там, им семинары в прошлом году мы рассказывали Смотришь, как они дерутся на старте и как они, как бы, агрессивно себя ведут Ну, да, они же старики иногда еще, да Прям, да, хорошо очень идут такие И дети, наверное, все-таки, они меньше боятся, нежели даже мы, как бы, менее опытных спортсменов Нет, в том-то вся и проблема, что дети совсем ничего не боятся А зимний сноукатинг подразумевает занятия на морозе И поэтому, допустим, я как тренер, я себе даже не представляю, как можно провести групповые занятия Потому что, воспитывая своего сына, несколько раз он чуть не получил, там, приличное обморожение Хотя, вот, дети не замечают мороза, они могут заниматься, заниматься и заниматься Если взрослый чуть подзамерз, он тут же себя контролирует, то вот с ребенком маленько сложновато Да, не факт, что придет и скажет, папа домой загонит Вот ты можешь, вот я прям могу точно сказать, на своем опыте Вот я занимаюсь, нахожусь полутора метров, все хорошо Мы приходим на базу, начинаем раздеваться, я вижу белые руки То есть, при этом говорю, а почему ты не сказал? Не знаю Ну, с детьми сложнее А взрослому человеку, в принципе, достаточно одного часа обучения, чтобы понять, как пилотировать купол Ну, и потом еще пару-тройку занятий для того, чтобы поехать на кайте Потому что совместить пилотирование и управление горными лыжами, либо сноубордом Ну, очень сложно координационно И, как бы, люди бывают разные Кто там едет на второй урок обучения, кому-то надо и там 5-6 уроков А были люди, которые уходили, ну, так скажем, из сноуборда, из горных лыж И приходили, говорили, что горы нам надоели, мы хотим с кайтом Да, но мы сами такие Мы сами, да, то есть, ну, мы изначально с детства занимались, как бы, ну, парусным спортом Дмитрий, как тренер Вот, я точно так же, у нас там, при определенных обстоятельствах парусный спорт практически закончился в Новосибирске И мы как-то все куда-то раздевались Вот, Дмитрий пришел, как бы, и стал заниматься винсерфингом И потихонечку, потихонечку нам всем тоже захотелось Он позвал, и мы все стали заниматься, и вот добились определенных результатов Мы еще не успели с вами коснуться двух предметов, трех предметов, которые у нас есть Это перчатки, костюм и, собственно, шлем с защитными очками Но шлем, я так понимаю, это горнолыжный Да, это все оборудование полностью горнолыжное Просто кто-то ходит даже не в комбинезонах на воду Кто-то идет в обычном горнолыжном костюме Кому как нравится, мне просто нравится, чтобы никуда ничто не задувало Была хорошая мембрана, то есть, костюм, он очень тоненький Сам по себе, как бы, все, чтобы тело не потело И чувствовать себя комфортно, и не замерзать именно в гонке И жарко не было Вот мне всегда интересно было, эти костюмы все-таки, они от холода спасают? Нет, они вообще очень тонкие То есть, там, в принципе, всегда что-то пододевается? Здесь ничего нет, здесь никакого Мы всегда одеваем, как правило, непродуваемые жилетки, шорты Ну, в принципе, как в профессиональном горнолыжном спорте Термобелье И дальше уже, как бы, между гонками одеваем сверху теплую куртку Для того, чтобы не остывать Так, вот перчатки, которые больше похожи на варежки Это именно варежки горнолыжные, обычные, простые А зачем вот здесь вот? Ну, они, когда идут с лалами Иногда-то можно и облиться А вообще, в принципе, это с горного слалома Они же там проходят виражи И достаточно близко снег, чтобы не травмировать руки Ну, у нас просто-напросто кожаные, чтобы не продувались и не замерзали Из спортсменов, которые участвовали в этом клубке Кто, какие города себе лучше всего показали? Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва Наверное, они Хотелось бы на самом деле продолжить наш разговор непосредственно о данных видах спорта Но немножко в другом ключе И я думаю, мы с вами еще увидимся на следующем интервью А сегодня я вам напомню, что мы обсуждали Кубок Сибири 2016 по сноукайтингу И у нас в гостях были Дмитрий Мурашов, один из организаторов Кубка И Владимир Коваленко, мастер спорта, чемпион мира по сноукайтингу Спасибо вам большое и до встречи Спасибо, ждем вас в своем хорошем увлечении Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok